Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу. Короткий анонс. Родить, чтобы продать. 100 тысяч. Именно в такую сумму оценила мать своего новорожденного ребенка. Подробности сделки через минуту. Вас за что доставили в отдел полиции? Родил свой ребенок. С какой целью вы это сделали? 120 тысяч. Теплица для конопли. Предприимчивый фермер, у которого полицейские нашли десятки кустов наркосодержащего растения, в ближайшие годы проведет за решеткой. Бараны в режиме онлайн. Заказать жертвенное животное можно дистанционно из любого региона. Об акции благотворительного фонда «Инсан» расскажем сегодня в выпуске. Продать своего ребенка ради собственной красоты. 33-летняя жительница Сергокалинского района передала новорожденного малыша другой семье за 120 тысяч рублей. На эти средства, как выяснили оперативники, женщина планировала сделать ринопластику. Установлено, что будучи беременной, женщина хотела оставить малыша в роддоме. Однако соседка предложила ей отдать ребенка знакомой семье. Обговорив условия передачи малыша, будущие родители отдали подозреваемой 20 тысяч рублей на личные расходы. Это ваш ребенок? Я его не рожала. Не рожала? Он как у вас оказался? Это его мать, биологическая мать, хотела с роддома оставить. Но раз она не в состоянии его обеспечить, я ее забрала себе, с роддома, к себе сразу. На чем вы условились, когда этот аминт производили? Ну, когда я приехала с мужем, с моим сыном, у меня есть сын 4 года. Ну, она сказала, типа, я не могу обеспечить ребенка ни работы, ни жилья, и иметь в виду, ни денег, ничего нету. Поэтому мне не хотелось бы оставить в роддоме, и если получится, хотел бы иметь в виду нормальную семью найти. На этом фоне мы с ней встретились. Муж сказал, если согласна, я заберу ребенка, установлю, так он иметь в виду, а так буду помогать тебе, чем смогу. На этом мы согласились. Она тоже согласилась. Впоследствии, когда ребенок заболел, в семье потребовались документы для медпомощи. Они обратились к биологической матери, которая взамен попросила еще 100 тысяч рублей. Деньги подозреваемая получила, однако оформить документы они не успели. Вмешались полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Сотрудница Минтруда и соцразвития Дагестана Ганифа Гаджиева покончила с собой. Напомним, женщина проходила по делу о преступных махинациях своего бывшего начальника, министра Расула Ибрагимова. По версии следствия, в деле были замешаны около 30 человек. Речь о хищениях из бюджета на сумму свыше 600 миллионов рублей. Три месяца подозреваемая провела в СИЗО, но недавно ее отпустили под домашний арест. В тот же день Гаджиева повесилась. В своей предсмертной записке она объяснила, почему не хочет жить. В Дагестане обнаружена наркоферма. Полицейские задержали 50-летнего жителя из Бирбаша. У себя дома он оборудовал большую теплицу, в которой выращивал коноплю. В помещении было найдено 57 кустов этого растения и 3,5 килограмма уже готовой для потребления марихуаны. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело. Классическая схема украл и сдал на металлолом. Сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Дербенского района. Он подозревается в краже автоприцепа стоимостью 100 тысяч рублей. Задержанный вину признал и рассказал следователям, что отбуксировал прицеп в тот момент, когда хозяин находился в отъезде. Там он убедил работника пункта приема, что товар принадлежит ему и попросил взамен 18 тысяч рублей. В связи с празднованием Курбан-Байрам, решением правительства республики 9, 10 и 11 июля, объявлены выходными днями. Соответствующий указ подписал глава Кабмина региона. И в продолжении темы. В канун одного из главных праздников «Мусульман» благотворительный фонд «Инсан» подготовил очередную акцию. Подробности в сюжете Саида Меджидова. В преддверии праздника Курбан-Байрам благотворительный фонд «Инсан» объявляет акцию для желающих провести жертвоприношение мяса в каждый дом. Для того, чтобы поучаствовать, достаточно перейти на сайт фонда, либо мобильное приложение, либо обратиться по номеру телефона. Также можно прийти на территорию Центральной Джума-Мечети. Желающим выполнить обряд жертвоприношения и заодно поучаствовать в акции, благотворительный фонд «Инсан» предоставляет с каждым годом все больше возможностей, в том числе и в дистанционном формате. Впервые услуга стала доступна в этом году и на территории почтенной Мекки. В этом году благотворительный фонд «Инсан» дает возможность провести обряд жертвоприношения в Мекке. Наши сотрудники фонда уже несколько лет проводят этот обряд в Мекке для наших паломников. И эту возможность мы сегодня предоставим даже для тех людей, которые находятся в Дагестане, но желают провести жертвоприношение на святых землях. Мы планируем в этом году распределить более 100 тонн жертвенного мяса среди нуждающихся семей по всей республике Дагестана. Для этого любой желающий, кто хочет принять участие, чтобы фонд «Инсан» сделал весь процесс жертвоприношения за этого человека, ему достаточно зайти на сайт фонда «Инсан», где все подробно объясняется. Он может оставить заявку в мобильном приложении фонда «Инсан» или же по номеру телефона, который мы можем оставить под описанием. Достаточно провести один звонок или же несколько кликов на сайте фонда «Инсан», и фонд сделает все с момента закупки этого животного, закалывания, разделки и доставки жертвенного мяса среди нуждающихся. И часть мяса, если человек желает получить, то это часть мяса ему доставить надо. Также фондам «Инсан» дается возможность заполнить анкету офлайн в приемных пунктах на территории центральной Джума-мечети. Мы с вами находимся на территории Джума-мечети, где у нас два пункта приема заявок от населения по поводу вопроса Курбан-Паэм-Байрама. Наши представители фонда «Инсан» принимают заявки, осуществляющиеся прямо на месте. Вы можете в любое время, то есть с 9 часов до 20 часов прийти на территорию Джума-мечети и оставить заявку. Что входит туда? Первое – это закалывание самого животного. Мы его находим, закалываем, мы полностью разделяем мясо. Также мы осуществляем привоз нашим клиентам домой ту часть, которую они хотели бы оставить себе. То есть это или половина туши барана, или же задняя часть, то есть одна нога. Стоимость услуги самого жертвенного животного составит 9 тысяч рублей. Оплата возможна как и наличными, так и онлайн-переводом. Заявку может подать любой желающий, вне зависимости от места проживания. Саид Меджидов, Нурмагомед Нурмагомедов, Новости ННТ, Махачкала. В Хасавюртовском районе встретили детей из Донецкой Народной Республики. В мероприятии принял участие глава района и начальник управления по работе с личным составом МВД Дагестана, а также юно-армейцы, вызравившиеся живым коридором. Праздничную атмосферу поднимали солисты и танцевальные коллективы управления культурой района. В знак добра и мира участники акции запустили в небо белых голубей, а затем разрезали праздничный торт. В завершении праздника детям из ДНР подарили памятные презенты. Время, которое мы хотим, чтобы не было, не было, не было. Время, которое мы хотим, чтобы не было, не было. Время, которое мы хотим, чтобы не было. Хочется выразить искренние слова благодарности министру внутренних дел по Республике Дагестан, генерал-лейтенанту полиции Магомедову Абдурашиду Магомедовичу, а также главе муниципального образования Хасавюртовского района Арсланбегу Абдул Мажидовичу за столь теплый, радужный прием наших детей. От лица Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики выражаем благодарность, признательность за то, что вы поддерживаете нас в столь тяжелое для нас время. Мы искренне благодарим вас и спасибо, что вы рядом, что мы вместе. Сезон в самом разгаре. Летние оздоровительные лагеря Республики продолжают принимать отдыхающих. По данным Министерства образования и науки Республики, за всю летнюю кампанию отдыхом планируется охватить более 30 тысяч дагестанских школьников, что на 12 тысяч детей больше, чем в прошлом году. Как проходит детский отдых, увидела Малика Курбанова. Наш отряд, юные патриоты, наш девиз. Патриоты, мы всегда славные твои дела. Сдачи, мамы, мая, насчет, сдачи, мы отвечаем добром. Сегодня оздоровительный лагерь «Серменлик» – большой детский городок с особым распорядком дня. Программа у мальчишек и девчонок более чем насыщенная. Альбомы рисовать, карандаши бывали. Книги бывают, почитали. Яхматы, поиграть, можно славки, поиграть, можно все, что хоть, это будет. Коллектив лагеря старается устроить для ребят активный отдых. И, как признаются сами дети, нет времени даже на телефон. Сегодня у нас в лагере отдыхают 400 детей из разных районов и городов республики, с горных районов, с умодельского района, с горных районов. Около 5-6 спортивных отрядов, около 100-120 детей в этих отрядах. Они проводят оздоровительную программу и параллельно они занимаются здесь. У них как бы идут сборы, у них идет подготовительная программа к каким-то спортивным мероприятиям, на выезды, на соревнованиях готовятся эти дети в нашем лагере. Главная тематика лагеря – патриотическое направление. Каждый новый день начинается со строевого марша, гимна и речевок. Юность России! Наш девиз! Сон же в ладони, сверху груди! Юность России всегда впереди! Особенность еще и в том, что здесь стараются возродить забытое прошлое – движение пионерии. В ответе за добрые традиции – старшая вожатая Камила Казиева. Дети ее называют «мамой лагеря». Дальше я планирую все-таки вернуться и возродить именно пионерское движение. Вот мы пробное сделали, но сделали на каждый отряд разный. И, между прочим, очень удобно. В столовой, по территории лагеря. То есть у каждого отряда свой цвет, галстучка. Но прежде чем стать терминвиковцем, нужно пройти посвящение в пионеры. Сегодня меня впервые посвящают пионера. Скажите, свои родины вы готовы? Всегда готовы. Футбол, настольный теннис, шашки, шахматы – это только часть мероприятий. Подобные соревнования, как уверяют организаторы, закаляют характер. За игрой в шахматы ситуация напряженная. Подопечный лагеря Абдурахман внимательно следит за игрой и рассказывает, как учился делать первые ходы. Я сначала сам учился, чтобы всех умирать. Сначала у меня соревнования были самые первые, как я всем проигрываю. Потом я начал сам учиться и, конечно, шахматы учу. А вечер в лагере – особая пора. Время собираться на танцпол. Дискотека – одно из самых любимых для детей мероприятий. Отдыхающим будет, что рассказать в первом школьном сочинении о том, как прошло лето. Малика Курбанова, ННТ, Буйнакский район. 11 миллионов экземпляров молоди Кутума выпустили в Каспийское море. Средняя навеска составила 1 грамм. Выращивалась рыба на Мехтепском рыбоводном заводе. По данным Пресс-службы Северокавказского территориального управления Росрыболовства, в последние годы отмечается снижение объемов вылова Кутума. Если в 2017 году этот показатель составлял 52 тонны, то в 2021 добыча сократилась до 18 тонн. Это говорит о стабильном снижении промысловых запасов. В связи с этим вопрос искусственного воспроизводства вида становится особенно актуальным. Отметим, что в этом году промышленный лов Кутума разрешен 12 организациям, которые в общем смогут добыть 30 тонн. До конца года в Тель-Авив из Махачкалы можно будет долететь без пересадок. Уже назначен перевозчик. Прямой авиарейс из столицы Дагестана во второй по величине город Израиля будет осуществлять одна известная авиакомпания, которая уже запустила для Махачкалы несколько новых направлений, которые пользуются высоким спросом. Самолеты по ним летают практически при 100% загрузке. По словам генерального директора аэропорта Уйташ, сейчас ведется проверка безопасности перелетов, по итогам которого будет решен вопрос о запуске данной воздушной линии. Отметим, что ранее дагестанцы могли попасть в Израиль только с пересадкой. Это все на сегодня. Оставайтесь с ННТ, смотрите нас в соцсетях. Всего доброго.